Всем огромнейший привет! Вы, как всегда, на канале Семяна Чемоданных. С вами я, Славян. Вот тут оставлю свой инстаграм. Подписывайтесь. У нас сегодня погода просто какая-то нереальная. Утром шел дождь, а сейчас пошел снег. Причем очень огромными хлопьями. В общем, я не буду затягивать. Погнали на улицу и все посмотрим. Вы только поглядите. Краснодар снова засыпает. Вот мы вышли на улицу. Вон коляска уже усыпана в снегу. Елочки в снегу. Да, много. Снег идет буквально минут, наверное, 20. Вот такой вот стеной просто. Сейчас попробую камеру вверх поднять. Дети схватили свой сноуборд и давай кататься. А деревья прикольно выглядят. Он падает и сразу замерзает. Так, надо будет обязательно в какое-нибудь красивое место в Краснодаре погулять, съездить. Пока много снега. Слушайте, я не знаю, это мега ужасная погода. Она красивая, но из-за того, что снег падает, плюс 4, он сразу начинает таять, мулякать. Под мулякатью очень вообще такой прям лед, на котором ноги разъезжаются в разные стороны. Буквально минут 15 мы погуляли. Все вымокли насквозь. Коляска, естественно, тоже. Ботинки насквозь. И все, и зашли домой. На этом прогулка закончилась. Зато собирались минут 40. Вот за что не люблю зиму, так это за то, что нужно и себя, и детей упаковать как капусту. В итоге мы стоим уже на пороге, уже выходить. И дети, мы входим в туалет. Все, естественно, раздеваемся, опять заходим. Ой, короче, трыдец. Это, конечно, все очень красиво, но я думаю, для таких снегов нужна температура хотя бы минус 6, минус 10. Тогда она прочувствуется. Когда плюс, это, конечно... Мы же еще зашли в магазин, и, честно говоря, за два месяца, пока мы были в Турции, очень привыкли к ценам в Турции. И там было понимание, за что мы платим. Там потому что, ну, во-первых, дешево. Во-вторых, качество фруктов, овощей, это, в принципе, в целом еды, оно гораздо выше, чем у нас, к сожалению, в России. И вот сейчас зашли в магазин, я вам покажу, что купил, и чуть позже скажу по цене. А потом сделаю вставку, что за эти деньги мы покупали в Турции. Вы просто сравните и, мягко сказать, обалдеете. Давайте посмотрим. Итак, сразу первое, смотрите, мы купили вот такую коробку пастилы. Ну, я думаю, что многие тоже покупают. Вкусно, натурально, полезно. Далее, вот такой целый пакет взяли. Значит, купили бананы. Купили кусок халвы. Так, далее мы взяли, значит, кинзу. 400 рублей стоит килограмм кинзы. Обалдеть. Один перец. Яблоки. Сказали, что вкусные. Две консервные банки горбуши. Хотим приготовить рыбный суп сегодня. И самое, что интересное, что скумбрия стоит 10,50. А вот эта горбуша 89, это подольская. Далее один баклажан. Морковь. Кабачок. И картошка. Ну, не знаю, здесь может быть килограмма 3. Вот. Так, и пакет у нас все, пустой. Вот, смотрите. Вот столько мы купили на 1150 рублей. По сути, тут кушать-то нечего. Пол картошки сейчас уйдет на обед. Это на обед. Одна морковка на обед. Кинзу тоже на обед. Это, как говорится, на 3 дня чай попить у нас, как говорится, ртов много. И завтра, скорее всего, вот этого уже не будет. Потому что это мы приготовим уже непосредственно вечером. Сделаем, скорее всего, овощную рагу. А вот теперь ловите вставочку, сколько мы на эти деньги покупали в Турции. Так, смотрите. Вот я тут даже все выложил специально, чтобы было удобно. Две коробки фиников. Петрушка. Киви. Морковь. Помидоры. Клубника. Бананы. Авокадо. Цветная капуста. Мандарины. Ножки. Это голень, да, куриная. Редиска. Вот это вот все вышло на 250 лир, если округлить. И в целом в Турции, если один день нам обходился примерно в 600 рублей на продукты, то здесь мы тратим, в принципе, регулярно. Полторы-две тысячи на еду. Только на еду. Учитывая, что вот мы сейчас что-то купили, еще к вечеру нужно купить мясо. Так вот. Сегодня, как я уже сказал ранее, готовим рыбный суп на обед при помощи консервы. Быстро, вкусно и интересно. Картошку чищу. Закидываю все это дело в кастрюлю. Рис уже варится. Картошка, морковка. Наш такой рецепт. Далее, перед этим добавляем приправу овощную. Я много раз показывал ее. Там без всяких солей, без всего. А солью пользуемся. Вот такой вот розовый. Гималайская, что ли, какая-то она такая называется. Обязательно морковку. Пап, у меня закончится кондитера. Подходим немножко и морковку. Хорошо, да. Обязательно морковку, обязательно, естественно, лучок и обязательно кинзу. Вот она. Ждет своей очереди. Вкусно, думаешь, ради тобой? Вот кинзу. Зачем тебе кинзу сейчас? Ну, я хочу сейчас. Ну, на, кушай веточку. Недавно проводили эфиры, там начали общаться на тему, куда дальше поехать. Рассматривали Адыгею, там, ближележащие здесь места. Да, и вроде такие, типа, думаем, вот, да, точно нужно, короче, собраться, поехать куда-нибудь, сделать выезд. Вот опять погода испортилась. Вроде только, вроде такая была нормальная, типа, плюс 3, плюс 5, но без снега. Тут опять он пошел, опять его очень много, он тает, это слякать. Ну, вот серьезно, мы сегодня вышли на улицу, вот буквально 15-20 минут, все, все насквозь. Ехать куда-то, тратить, там, 2 часа на езду, переехать, 20 минут погулять и обратно уехать, это, конечно, еще то, еще то приключение. Вот так у меха им куда. Ну, может быть, куда-нибудь, типа, джукбы скататься до моря. В Анапе хочется, вот эти красивые украшения. Красиво все украсили, надпись, вот это вот, зимой в Анапе, по-моему, так она называется. Может быть, до Азова доехать. Как думаете, что скажете, накидайте в комментарии. Может, прям близко-близко что-то, прям с Краснодаром есть, типа, километров 30, может быть, интересное какое-нибудь место. Еще хочу сделать фотосессию с машиной, тоже выбраться куда-нибудь, хоть лесок. Вот, очень хочу фотки с тачкой. Она, в принципе, располагает, чтобы сделать красивые фотографии. Так, я вот уже открыл банку, покажу вам, достаточно, ну, видите, нормальные два куска за 80, что-то, 5, что ли, рублей. Вот, это делают недалеко вот от Подольска, как оно называется, правильно, Щаповское поселение. Вот, поселок Курилово. И как лайфхак для тех, кто недалеко живет, вы можете съездить на этот рыбный завод и по очень, очень дешевым ценам купить бракованные банки. Ну, то есть, что значит бракованные? Без этикетки, они их продают. Либо, например, банка замята. Ну, вот, пока жили в Подольске, мы периодически ездили, прям коробками возьмешь эти консервы. Ну, типа, вот горбуша, это же может стоить, там, рублей 15-20. Берите на заметку, кто недалеко живет, скатайтесь, приценитесь, купите и посмотрите. Остался последний штрих, закинуть лучок, шлёпс и кинзу, шлёпс. Всё, и будем садиться обедать. Посмотрела, значит, Настенька передачу кондитер перед обедом, и знаете, что случилось? Вон она бежит в кондитерку. Говорит, я очень хочу вкусный торт. Побежала. Так, ну что, готовы увидеть, какой торт? Вау, смотрите-ка, какая красотища. Такой цветной, как он называет? Молочная девочка. Молочная девочка. Мне больше понравилось, потому что это любимый торт, ведущий программы кондитера, она всегда. Вот к чему доводят вот эти вот зомбоящики, к тому, что пошла и купила целый торт, вот такой красивый. Так, начинаем резать. Как, пополам его? Ну, где, пополам, ну, по кусочку, там, шокина твёрдая, это зефир, да? Да, и вот это вот, это безе, это безе. Вот его можно вытащить на отдельную тарелочку. Давай. Вот. О, это красивый. Давай. Это камни. Это маме, самая нарядная. Мама любит безе. Так. Ладно, поделюсь, поделюсь. Спасибо. А как он внутри, пап, как кондитер пробует. Это, мне кажется, так, как, 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 как. Мне кажется, внутри он разоцветный. Что, твёрдая? Нет, он очень мягкий. Здесь свежайший бисквит, воздушный, как в передаче. Да, разрез красивый. Так. Я думаю, что кондитер бы зацелил. Нет, я не хочу. Убери, пожалуйста, Крил. Он хотел из Лена. Он такая, мы тебе дадим из Лена, не переживай. Он внутри одинаковый, мы все цепи, мы все цепи, мы можем. А, молочная девушка, а что это ещё туда идёт? Что ты ещё идёшь? Здесь есть вот такие вот мороженки. Дадим пацанам. На, пойдём тебе. Артём. По-моему, это перфик. Тебе. Ну, мне кажется, он консервированный. На, вот такой. Второй кусок. Такой холодный вообще. Молодный. Я надеюсь, что это те же единые. Ещё морожие. Да просто, а у тебя стоит единорог. Единорог и кефирка. Челёпс. Убирай вторую тарелку. Тарелку убери, Григорь, вот эту. Мама, ты кому, 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 пап? Да любому, кому угодно, Артём. Ну, вот такая красота в разрезе. Всё, приятного аппетита. Что, парни, как вам торт? Объедение. Объедение? Это всё-таки фигурки. Тебе, нафи? Приложение к вашему здоровью. Как часто тебе поддерживают? Да, мам, всегда. Помни. Настя, когда даже сказать ничего не смогла. Вообще, вот этот крем сверху, он безумно вкусный. Обычно в тортах я его вот так вот сдираю и откладываю не ем. А здесь он прям на чём похож? Ну, он похож на хороший крем и с кефирочкой небольшой. Шикарный. В общем, торт клёвый. У нас уже, вон, подстемнело, видите, дело. К вечеру снег выпал и начал таять, на улице слякать. Но за ночь у это всё, конечно, дело подморозит. Завтра утром 100% будет каток, дворники. Примерзнут, главное их не оторвать, если мы куда-то завтра поедем. Я с вами прощаюсь, вернемся с вами уже завтра в новом видеоролике. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok